Недавно в Армении буквально кричали о том, что азербайджанцы и турки приобретают недвижимость в Армении. Какие-то подозрительные лица покупают земли в Арагатсотской области Апарани, передавали армянские СМИ. Сегодня в этой стране поднимается новая волна недовольства. В Ереване строят 400 тысяч квартир для турок. Об этом в интервью Ереван ТД с возмущением сказал председатель партии «Национальная безопасность» Гарник Исагулян. В Ереване строится 400 тысяч квартир. Для кого их строят? Конечно, для турок. Совсем скоро эти люди без каких-либо процентов купят эти дома и будут там жить. И так как у нас турколюбивое правительство, то они с большой радостью и любовью примут своих родных турок. Повторю, что все эти дома строятся для турок. Скоро они будут жить не только в Забухе, но и в Джермуке и Ереване. Наши армяне радуются тому, что по соседству с ними будут жить турки. Таков наш народ. Вы видели, как с указанием Ханумяна, Пашиняна и какого-то генерала все армяне покинули Забух? Они не хотят бороться за свои права. Отметим, что после Первой Карабахской войны на оккупированные азербайджанские земли незаконно заселялось армянское население. Активное заселение армянами азербайджанских земель Лачинского, Кельбаджарского, Губарлинского, Зангеланского, Джебраильского и других районов продолжало в течение почти 30 лет оккупации. И все эти годы оккупированные азербайджанские территории Ахдам, Физули, Джебраилы и другие полностью были разрушены и стерты с лица земли. Сегодня эти города называют Херасима Кавказа и Армения должна возместить ущерб, нанесенный Азербайджану. Речь идет о компенсации миллиардов долларов. То, что Армения должна возместить ущерб, сказал также армянский политолог Роберт Маркарян. Об этом передает Хайли Армения. После войны 2020 года президент Азербайджана Ильхам Алиев в своем выступлении заявил, что армяне в течение 30 лет разрушили Карабах и должны возместить данный ущерб. То есть Армения должна заплатить Азербайджану 50 миллиардов долларов. То есть эти деньги должны вернуть не жители Карабаха, так как они являются гражданами Азербайджана, а не Армении. Недавно об этом заявил и президент Турции Реджеп Тайпер Доган. Мы все знаем, что то, о чем они говорили до сих пор, всегда осуществлялось. Многие жители Армении могут сказать, какое отношение они имеют к Карабаху. Однако вы, наверное, забываете, что в течение 30 лет на полях Карабаха выращивали пшеницу, которая попадала в ваши дома и желудки. На реках Карабаха были построены гидроэлектростанции, откуда электричество, попадая в ваши дома, освещало их. Также не забывайте о деньгах, которые поступали в ваши дома от добычи золота на рудниках зода. Ильхам Алиев говорит именно об этих деньгах. Сегодня многие в Армении хотят подписать мирный договор с Азербайджаном. Они согласны, чтобы Карабах был в составе Азербайджана. Тогда вы должны знать, что если в Армении проживает около 2,5 миллиона человек, и если 50 миллиардов долларов разделить между вами, то каждый из вас Азербайджану должен выплатить 20 тысяч долларов. Я уверяю вас, что Азербайджан не откажется от этих денег. После окончания Второй Карабахской войны Азербайджан, не теряя времени, приступил к восстановительным работам в Карабахе. На землях, которые были разрушены и заброшены армянами на протяжении 30 лет оккупации, сегодня строятся умные города и села, аэропорты, автомобильные и железные дороги. Освобожденные от оккупации территории напоминают большую строительную площадку. Первым крупным проектом, реализованным в регионе, стал международный аэропорт Физули. Недавно президенты Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеп Таеб Эрдуган открыли новый аэропорт в Зангелане. И сегодня Азербайджан говорит не в контексте войны, а мира и стабильности. Продолжение следует...